Ирина Чачина – коренная видновчанка. Здесь родились ее дети и внучка, с которой она любит приходить в центральный парк отдыха, где просторно, есть разнообразные аттракционы, а что самое главное – тихо и зелено. Я люблю вот это место, потому что, во-первых, с малышкой, и потом мы живем здесь совсем недалеко. Поэтому вот наша старая часть, конечно, это вот жемчужинка. Старшее поколение видновчан помнит, почему поселение прозвали городом-садом. Еще первостроители города зародили традицию высаживать яблони и другие зеленые насаждения. Видное славилось обилием деревьев и кустарников. Эдакий микрооазис среди бетона. И по сей день власти пытаются сохранить это наследие. За всем великолепием тщательно ухаживают, организуют акции по посадке новых растений. Ухаживать нужно, безусловно, постоянно, потому что это все-таки насаждение, это растение. Они могут так разрастись, что вместо красоты пронесут, так сказать, совсем наоборот. Поэтому здесь вопрос ухода – это главное. И на это, конечно, надо уделять огромное и внимание, и средства. Участие самих горожан должно быть более активное. И все-таки с любовью надо относиться ко всему как к своему личному. И тогда мы не только будем создавать красоту, мы ее будем беречь. На сегодняшний день в Видном три парка – Центральный, Тимоховский и Расторгуйский. Каждая из них у местных пользуется большой популярностью. И неважно, какое время года, людей здесь всегда много. Некоторые москвичи отдают предпочтение нашему городу из-за количества зелени и парков шаговой доступности. Мы раньше жили в Москве, специально квартиру купили в Видном, потому что нам очень понравилось, что город зеленый. Помимо трех парков, в Видном около десяти скверов. Один из них был создан в честь 45-летия города. И располагается он вдоль улицы Заводская, от ЗАГСа до здания налоговой инспекции. Создавать скверы в честь юбилеев города стало традицией. На 50-летие Видного возле круга на проспекте Ленинского комсомола появился еще один. Теперь это излюбленное место видновчан. Густые деревья, под которыми можно спрятаться от летнего зноя. И лавки, где могут отдохнуть все желающие. Отлично. Я здесь родился в этом городе. У меня вот так вот в этом городе. В Видном деревья и кустарники встречаются не только в парках. Улицы Гаевского и Заводская окутаны зеленью. А благодаря творческому подходу местных жителей территория стала еще интереснее. Кстати, рядом расположен еще один сквер. Маленькая Соня, например, училась здесь ходить. Здесь доступна для ребенка зона. И еще интересно то, что здесь есть всегда очень много разнообразных интересных вещей. Цветы, птицы, покормить голубей, посмотреть на машины, увидеть разные листочки и деревья. И спрятаться... Где ты прячешься, Соня? Где ты прячешься, в пряталке? Я? Сюда, наверх смотри. Где ты прячешься? За деревьями, наверное, да? Да. Да и наличие скверов – это далеко не все, где видновчане могут отдохнуть на свежем воздухе. А зелененные зоны со скамейками создаются и на придомовых территориях. И таких не сосчитать. Подобное появилось даже у видновской больницы. Чтобы выздоровление шло быстрее, пациенты могут проводить время у фонтана. Юлия Погосян, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова